Виталий, так расскажите мне, вот это водоканал сбрасывает ту воду, которую не потребляет город? Очевидно, я предполагаю так. Другой-то нет. Она же проходит через фильтр, очищается, хлорируется. Фильтр, дело, недешевое. А ночью, рано утром, она идет мутная, неочищенная. И уровень ее во много раз больше, как водопад. Эту воду было бы разумно использовать, используя вот эту низину. Здесь один упор воды есть. Сделать обвал, здесь все равно пустыри. Обвал, эта лишняя вода уходила бы сюда. Ну, по всем правилам, как делают дамбы и так далее, пленка, длинная засыпка. Эта вода была бы как отстойник. Вот не нужна вода, сбросили сюда. Не хватает воды, отсюда забрали, очистили. Она бы здесь отстаивалась, и рыбка бы здесь была, люди, ну, то есть здесь можно было такое море создать, озеро хорошее. А вот этот сброс воды, о котором мы вот говорили, о котором мы вот сегодня снимали, показывали, это же огромное количество воды. Почему оно просто в море уходит? Ну, потому что это проектные решения, которые были приняты еще в Советском Союзе. И до сих пор водоочистная станция пока что работает таким способом. А что это за вода? Это же чистая, очищенная вода? Нет, это грязная вода, которая уже, когда промывают контактные осветлители, и вот та промывная вода, она сбрасывается в реку Джорджао. А ее можно как-то использовать? Только для полива. Для полива можно? Вот Керчанин предлагает организовать в том месте, где сброс, водохранилище. Как вы думаете, это возможно? Ну, вообще, пруд-накопитель там уже есть, поэтому, но если... Ну, можно будет рассмотреть предложение. Ну, интересно оно? Вполне, почему нет. Потому что рядом находятся же садовые кооперативы, я думаю, что не могли бы брать эту воду для собственного штука. Спасибо.